Здравствуйте дорогие подписчики! Сегодня 25 сентября вы смотрите обзор главных аграрных новостей. На этой неделе в центре внимания были твердая пшеница, которая стала слишком дорога для макаронных фабрик, картофель, который оказался слишком мелким для производства чипсов и несколько европейских заводов, которые заявили, что остановят производство минеральных удобрений из-за слишком высоких цен на газ. Что происходит в мире и как это повлияет на российских сельхозпроизводителей? Далее в выпуске. На прошлой неделе мировые цены на пшеницу снизились. Культура дешевела на всех биржевых площадках. В Чикаго, например, декальберские фьючерсы на черноморскую пшеницу упали на 3,75 доллара, до 307 долларов 25 центов за тонну. Действующая экспортная цена на российскую пшеницу остается более-менее стабильной – 304-305 долларов за тонну, на условиях ФОП Новороссийск. Что произошло на рынке? Почему пшеница несколько недель подряд дорожала и вдруг пошла вниз? Аналитики находят этому разные объяснения. Совыкон, например, указывает, что рынок ждет хорошего урожая кукурузы в США и рекордного урожая кукурузы на Украине, и это оказывает давление на рынок пшеницы. Сокращает импорт зерна Китай, который в прошлом сезоне был драйвером роста цен. А еще улучшаются виды на урожай пшеницы в России, благодаря Сибири, которая молотит очень много зерна в этом сезоне. Что будет дальше? Совыкон ожидает разворота рынка и новой волны роста. Каким будет этот рост, зависит от Китая. В новом сезоне спрос Китая пока явно уступает прошлогоднему, хотя Минсельхоз США ожидает, что он сохранится на уровне 26 миллионов тонн, как и в прошлом сезоне. Рублевые цены на пшеницу в ближайшее время будут относительно стабильными. Котировки поддерживает оживившийся внутренний спрос. Однако серьезно придавить рынок может экспортная пошлина, которая неминуемо должна повышаться в связи с ростом экспортных цен на пшеницу. На прошлой неделе несколько производителей удобрений из Европы заявили, что приостановят свою работу или существенно сократят выпуск продукции. Два завода по производству аммиачной селитры в Великобритании закроет американская компания CF Industries Holding. Приостанавливает работу испанская фертиберия. На 40% сокращает выпуск аммиака норвежская Яра – это крупнейший в Европе производитель удобрений. Снижает загрузку аммиачного агрегата и голландская компания OCI. Причина в том, что с начала года природный газ, который является главным сырьем для азотных удобрений, подорожал на 60-70% с начала года. При стоимости газа более 700 долларов за 1000 кубометров, выпуск азотных удобрений становится нерентабельным, пишут западные СМИ. Если цены останутся на текущих уровнях, то есть вышеуказанной отметки, то в конце сентября будут остановлены и другие мощности в Европе. На данный момент простое находится около 20% производств. Чиновники из Европы, США и Украины обвиняют в сложившейся ситуации «Газпром». По их мнению, компания намеренно ограничивает продажи газа, чтобы ускорить введение в эксплуатацию Северного потока-2. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причиной проблем является спотовый рынок газа. Грозит ли дорогой газ сокращением выпуска азотных удобрений и в России? Эксперты уверены, что такой вариант исключен, ведь российские производители аммиака, из которого производят азотные удобрения, получают природный газ по регулируемым внутренним тарифам, которые, конечно, ниже тех цен, что сложились в Европе. У наших минеральщиков есть доступ к дешевой сырьевой базе, и это дает им крупное ценовое преимущество перед европейскими производителями. Однако производственные мощности российских предприятий уже задействованы полностью, так что вряд ли они смогут существенно нарастить объемы производства за счет того, что им открылся мировой рынок. Так считает аналитик агентства «Финам» Алексей Калачев. Российские производители макаронных изделий обратились к правительству России с просьбой принять ряд мер по сдерживанию цен на твердую пшеницу. На протяжении 8 месяцев пшеница твердых сортов стоила около 28 тысяч рублей за тонну, а в последние полторы-две недели подорожала до 32-38 тысяч рублей, сообщил владелец холдинга «Алтан» Валерий Покорняк. Генеральный директор компании «Экстра М» Лоренцо Трашинелли отметил, что из-за столь резкого роста цен у производителей макарон наступает паника. Многие сейчас работают на старых запасах. Их хватит до конца текущего года, а затем придется закупать дорогую пшеницу нового урожая. Что с этим делать, никто не знает. Чтобы снять напряжение на рынке, производители макарон предложили правительству России до августа следующего года ввести заградительную пошлину на экспорт пшеницы твердых сортов. Ее ставка должна составить от 180 до 210 долларов за тонну, говорят производители. Но с другой стороны, за пределы Евразийского экономического союза твердая пшеница вывозится крайне редко. Значительные объемы твердой пшеницы закупает у нас Казахстан, на который не распространяется даже нынешняя плавающая пошлина. Сейчас в правительстве раздумывают о том, что, возможно, следовало бы стимулировать российских аграриев выращивать твердую пшеницу. Например, им следует дать господдержку на семена и на удобрение, дотацию за классность пшеницы. Вместе с тем Минсельхоз России отметил, что под урожай 2021 года посевные площади под твердыми сортами пшеницы были расширены с 620 до 680 тысяч гектаров. Ведомстве подчеркнули, что на внутреннем рынке не наблюдается дефицит твердой пшеницы. Как бы ни пыталось правительство сдержать цену на твердую пшеницу, производителям макарон все равно придется увеличивать стоимость своей продукции. Ведь кроме сырья подорожали и другие составляющие производства – логистика, упаковка. За год с 20 сентября 2020 года по 20 сентября 2021 года продовольствие повысилось в цене почти на 9%, сообщило Министерство экономического развития. Наиболее высокими темпами дорожали капуста, картофель, сахар, морковь, лук, подсолнечное масло, куры и гречневая крупа. А сейчас вы видите на экранах лидеров по росту цен с начала текущего года. Минэкономразвитие ожидает, что инфляция в этом году составит 5,8%. Глава ведомства Максим Решетников признал, что инфляцию разогнали социальные выплаты населению. Это 200 миллиардов рублей в августе и 500 миллиардов рублей в сентябре. В результате в сентябре министерство зафиксировало всплеск расходов на 10%, что увеличило обороты на потребительском рынке. На рост цен влияет также и международная ситуация. Международный индекс продовольственной инфляции ФАО составил 17,5% по сравнению с декабрем прошлого года. Так что рост цены на все продовольствие неизбежен. В центре внимания на этой неделе оказалась компания PepsiCo, вернее ее чипсовое подразделение Frito-Lay Manufacturing. Завод сообщил своим контрагентам, что в ближайшие месяцы возможны перебои с поставками чипсов Lace. Снекам не хватает сырья. В этом году производители чипсового картофеля столкнулись с летней засухой и осенними проливными дождями. Картофель получился мелким и его уборка проходит в сложных условиях, объяснили в PepsiCo. Производители чипсового картофеля в Ростовской области, которые сотрудничают с этой компанией, замечают, что на урожайность повлиял ряд факторов, причем не только погодных. В частности, этой весной Frito-Lay Manufacturing не смог обеспечить аграриев качественным семенным материалом. Некоторые хозяйства возвращали семенной картофель заводу. Производители отмечают, что в этом году столовый картофель выращивать оказалось гораздо выгоднее, чем чипсовый. Отпускная цена на столовые сорта доходила до 27 рублей, тогда как чипсовый картофель завод берет по 10-15 рублей. Министерство сельского хозяйства России объявило конкурс на создание федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. За разработку в ГИС зерно государственный бюджет готов заплатить 136 миллионов 700 тысяч рублей. Такая сумма выставлена в качестве начальной или максимальной цены контракта в тематическом тендере, который был запущен ведомством 16 сентября. Заявки от президентов принимаются до 8 октября, проведение итогов назначено на 15 октября. И только после этого специалисты в области IT начнут разработку в ГИС зерно. Напомню, что закон о прослеживаемости зерна был принят Госдумой в декабре прошлого года. Система должна заработать в 2022 году, однако в правительстве не уточняют в каком именно месяце. Жизнеутверждающая новость напоследок. Подведомственный Россельхознадзору Всероссийский центр карантина растений запланировал провести ряд исследований, направленных на разработку новых промышленных методов борьбы со слизнями. Слизень – это общеупотребительное название ряда брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюции потеряли свои раковины. Слизни способны повреждать более 150 видов культурных растений, а вот естественных врагов в природе у них нет. Одной из причин активного распространения слизней стали мягкие зимы и обильное количество осадков в летний период. Бороться со слизнями непросто. В Европе против них используют специальные ловушки-приманки на основе фосфата железа. И что-то подобное, видимо, намерен создать в НИКР. Ну а пока официального метода борьбы не найдено, организация отмечает эффективность применения пива в борьбе с этими вредителями. Впрочем, ощутимое снижение популяции слизней станет возможным только при наступлении действительно холодных и суровых зим. На этом наш выпуск завершен. Желаем вам всем получить своевременно всходы и эффективно бороться с любым вредителем.